Максим, да, давайте берите экран, а Кирилла мы благодарим за презентацию, Кирилл, большое спасибо. Здравствуйте всем, я немножко опоздал. Я на контракте буду краток, и к тому же презентацию не готов, просто ВДС я написал, набросал свою защиту. Значит, что я приобрел на курсе, ну самое главное, самыми полезными были главы для меня, это седьмая и десятая, это непосредственно про системное мышление, и непосредственно приобретение, самым главным за курс стало то, что я сейчас делаю системное описание своего предприятия, что должно помочь мне, и поможет вам, провести необходимые изменения на своем предприятии. И то, что я могу у вас публиковать посты на эту тему и на них получать обратную связь. Еще у меня была сфера интерес, ну я, мой личный интерес, просто я интересуюсь этой темой, которая для себя обозначала как человеческие системы или лидер-система. Вот теперь я знаю, что это называется системное лидерство. Дальше. Там для себя уделять время для целенаправленного отдыха. Я раньше этого не делал, но уже как бы давно об этом задумался. На вашем курсе такой спусковой крючок просто был. Я поехал в Крым и учился там в подводной охоте, это было здорово и успешно. Насчет методов курс, которые здесь на курсе рекомендовались. Конечно, их очень много рекомендовалось, но основные, например, мышление письмом. Хороший метод. Я им иногда пользуюсь, и раньше знал, и сейчас иногда пользуюсь. Но не на постоянной основе, вот как и у Кирилла, наверное. Меня это больше отвлекает, когда я работаю на задаче. Если цель удержать внимание, если оно не держится, то и помидорка не удержит. Мышление письмом. Тоже часто им пользовался, на самом деле. Просто не знал, что это отдельный метод, и дальше пользовался. И пользоваться в случае, когда нужно развить какую-то мысль, которая промелькнула, но ее нужно сформировать и усилить. И записать где-то. Хороший метод, дальше продолжу им пользоваться. Исчезающие заметки у меня делались и прежде. Я использую Evernote, настройка Кирилл Санчиндан. Это уже довольно давно освоил эту технику. Так что, в принципе, и эта система, и технику Лумана, то есть функции системы Лумана, она тоже выполняет. Только радикально в других моментах ничего особо нового не получит. Концепция человек-платформа для бесконечно развивающихся деятелей новой не стали. Личная траектория развития у меня была. Она тоже не изменилась. Я по ней только... В дальнейшем только убеждаюсь, что она правильная. Были трудности при освоении курса. Самая большая сложность стала сам стиль написания учебника. Я испытывал просто трудности с его прочтением. Возможно, предполагаю, из-за чего это получается. Из-за того, что материал для учебника собирался при помощи этих исчезающих заметок. И вот в рамках уже разделов клав... Не все, не блоков, а разделов... Четкость и структура поискования теряется, раздавается. Ее сложно уловить. А наоборот, многие примеры, многие ссылки, многие откаты к уже обсужденным темам, они наоборот вниманием рассеивают. Но вообще, самая большая трудность для меня стала постоянное рассеивание внимания. Я не думаю, что вообще, если изначально планировался какая-то польза в том, что внимание рассеивают, для меня это стало, наоборот, вредом. Да, и часто сам материал тоже как бы не воспринимался, особенно третья, шестая глава. Для меня это просто, не знаю, трудно, очевидные вещи было, перечитывать раз за разом этого условия. Потом у меня тоже, проблемы с вниманием усилились. И вот еще здесь рассматривается человек, деятель, с точки зрения системного мышления. Но лично для меня было бы проще сначала понимать принципы системного мышления, а потом начинать рассматривать самого человека. То есть, зная принцип, уже из этих принципов следуют выводы какие-то. А не так, что не зная принципа собирать выводы. Собирать конструкцию, по-моему, им не надо. Она для меня намного сложнее, чем ведутся. Если я правильно называю. Что дальше? Планирую делать системное описание своего предприятия, публиковать постоянные эти темы. Дальше пойти на уже начавшийся курс стандологики. Но, с другой стороны, тяжко думать о том, что изучение самого непосредственного системного мышления еще откладывается. Совместить это тоже невозможно. Но, к сожалению, какие же. Дальше провести после описания, проводить непосредственно свои изменения на своем предприятии и двигаться дальше по своей образовательной траектории. Так, у нас она отключилась. Видать, свет все-таки отключили. И мы не включили. Так, спасибо. Спасибо. Так, Максим, спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Ребята, есть вопросы к Максиму? Да, Кирилл. Да, Максим, спасибо за доклад. Такой вопрос. Вы видите уже, какие проблемы на предприятии поможет решить системное его описание? Если это, конечно, не какая-то коммерческая тайна. Нет, коммерческая тайна, где-то особенно от вас. Я вообще с вами уже старшими мне близкими людьми готов обсуждать. И это будет очень круто делиться кейсами. Семья уже. Да. Системное описание только началось. Самое главное, оно позволит не пропустить какие-то важные функции, которые выполняются. Вот мне все время напрашивается аналогия из самого системного мышления, с конструкцией автомобиля. Если спросить обывателя, как он далекого на автомобиле человек, ну, примерно, чтобы он знал, из чего состоит автомобиль, он обязательно назовет мотор, коробку там. Он обязательно забудет назвать раму, которая все это... У нее нет специальной функции, но без нее все развалится. Вот мне кажется, системное мышление это подобная штука. Без нее все развалится. И оно помогает все склеить. Помогает ничего не забыть ни одного уровня. Помогает синхронизировать действия всех сотрудников. Я вот такой результат предвижу. Понял. Спасибо большое. Интересно. Спасибо. А извините, что не конкретный ответ? Да. Конкретно спрашиваю. Ну, проблем нет. Еще вопросы к Максиму. Я добавлю, я буду это описывать в постах. Там все будет конкретно про спрос, про предложение, как мы удовлетворяем. Коммерческие тайны, ноу-хау свои буду выкладывать. Welcome. Заседает в тему вот этого сообщения. Царя, ну, очень... Ну, так, просто feature request на портал. Это подписаться на каких-то авторов было бы интересно. Ну, чтобы следить за их публикационной активностью. Ну, а у нас же есть в блоге, можно следить за постами каждого человека. Там есть страница всех авторов. Прямо в блоге, там есть авторы блога, туда заходят, и там все, кто когда-либо что-то писал. И вы тоже есть. Не, я в том плане, чтобы, знаете, чтобы приходило, допустим, сообщение на почту, когда кто-то опубликовал новую запись в таком виде. В этом смысле. Ну, до этого пока еще, может быть, не дошли в блоге, поэтому это на будущее. Ну да. Это на будущее. Это я в блог, это в блог запишу. Чтобы возможность подписаться на кого-то, да? Угу. Ну, я думаю, у нас это как бы есть в плане, там, проверят. Сергей, да, вот вопрос. Ага, Максим, я вопрос задам. О сложности писать в учебу в рабочей процессе. Я так понял, сделала, что она была, да? И как ставился приоритет? В работу или все-таки про учебу не забывать? Так, не понял вопрос сейчас. Можно чуть-чуть подробно сформулировать? Ай, из выступления услышал, что не хватало времени на учебу, вот, потому что много рабочих процессов. Вот как удавалось совместить работу и учебу, вот в чем суть. Спасибо. Честно, не хватало ни времени, а не хватало просто объема внимания, потому что объектов слишком много. От того, что просто их много и за них несешь ответственность, даже ничего не происходит, за ними нужно следить. Просто, ну, нервная система не позволяет себе забыть о них и погружаться в какую-то тему. И вот это самая большая сложность была. Начать погружаться в материал. Ну, это просто очень часто стало непреодадимой для меня преградой. И очень времени из-за этого возникает это все, пропастинацию. А как я это совмещал? Ну, вот так, что я считаю, что на тройку закончил этот курс. Велика. А у вас сколько времени ушло, Максим, на курс? Вот смотрите, я писал в табеле, я писал только по-настоящему эффективное время. И я совершенно никуда не заносил время, когда я сел с тела сам, ну, на что-то отвлекаюсь, сел учиться. На самом деле такого времени раз в пять больше минимум. Понятно. Ясно. Максим, ну, вам большое спасибо за обратную связь и, в принципе, за такой вообще, в общем-то, критический настрой, который, как бы, я чувствовал регулярно при движении курса, как бы, ну, это нормально, это не переживайте, как бы, здесь ничего личного, как бы, да, ролевой интерес, потому что я, ну, и вы должны тоже понимать, что когда вы будете делать какую-то систему, да, создавать, никогда невозможно сделать что-то, систему, да, которая будет удовлетворять всех одинаково хорошо, да. Мы же говорим, что невозможно, такие системы не создаются. Всегда есть даже у какого-нибудь, не знаю, одной из самых таких компаний, там, какую-нибудь американскую, Apple, О, там, есть куча хейтеров, всегда тогда найдутся. Поэтому в этом смысле это нормально. Более того, как бы, надо к этому относиться даже не в смысле того, что это, вот, как бы, в плохом понимании слова хейтер, да, а наоборот, это роль хорошая, как бы, нормальное понимание того, чтобы можно получить какую-то обратную связь. В этом смысле мы так и рассматривали. В этой связи, как бы, ну, Максим очень благодарен вам, что вы такую позицию занимали, ролевую, да, и, как бы, замечания вашим обязательно всегда, там, я, по крайней мере, учитывал, да, и в этой связи, как бы, вот, ну, очень много всегда у нас есть положительных отзывов о курсе, как бы, там, да, но нам очень важно, чтобы мы, там, на лаврах не почивали, да, очень важен, как бы, всегда критический взгляд, как бы, там, да, поэтому, как бы, вот за это вам и большое спасибо. Спасибо. Надеюсь, что то, что не удалось сделать, вы все-таки попробуйте докрутить, вот, хороший ваш настрой на то, что вы будете продолжать писать посты и даже пригрозили этим, как бы, там, да, будут писать и размещать, как бы, там, да, вот это вот хороший настрой, как бы, там, да, поэтому вот надо вот это все реализовать, да, возможно, что, как бы, вот вам, если сразу же понравились главы, которые касаются системного мышления, можно вам просто взять и попробовать, там, самостоятельно начать читать его системное мышление, как учебник, там, почему бы нет, когда-то, да, я надеюсь, что сейчас хватит уже у вас понятийного такого минимума после курса, это же не только я про вас говорю, а про всех говорю, понятийного минимума для того, чтобы этот учебник, там, прочитать, как минимум, да, возможно, что не до конца, как бы, полностью, там, связать и понять, да, но прочитать это уже, как бы, мне кажется, это хорошее тоже мастерство, потому что часто люди даже не могут осилить, там, первой главой, да, и сливаются, надеюсь, что у вас это будет совсем по-другому, вот, ну, что, как бы, то, что же вам с вами не прощаюсь, спасибо большое за участие в курсе, да, и до встречаемся с вами обязательно, как минимум, влоги. Кто следующий? А, CRN, если можно, я тоже отвечу вам на сейчас ваши замечания, вот, я немножко сам по себе, как бы, скупно по хвалу и щедро на критику, вот, не обижайтесь на меня, пожалуйста, за это, у вас, на самом деле, много. Слушайте, так, никаких вот системное мышление, это про это говорит, там, да, ничего личного, там, да, есть, как бы, как этот, это я даже перефразировал, как бы, все же знаем, там, да, вот, эту присказку из крестного отца, там, да, как бы, как бы, как бы, ничего личного, только бизнес, там, да, а в системном мышлении, это есть, я перефразировал, что такое, это, это, ничего личного, только ролевой интерес, да, это, это всегда к этому надо относиться, как бы, к этому, всегда стараться смотреть, даже когда есть какая-то критика, вот, что-то такое, как бы, надо всегда смотреть ролевой интерес, да, и не воспринимать это все, как бы, на, как бы, вот, именно на свою личность, это хорошая такая практика, она очень сильно помогает, просто я, ну, как бы, по молодости очень, как бы, был такой, не сдержанный, да, вот, я очень хорошо это для себя представляю, в чем это разница, и поэтому, как бы, вот, понимая, что это такое, что такое, ничего личного, только ролевой интерес, очень хорошо в жизни помогает, поэтому я не в коем случае, не переживайте, как бы. Да, да, я часто, я часто использую это, это невозможно без этого работать, без такого подхода, чтобы с сотрудниками отделять личность от роли, личность контроля, вот, вот, но, тем не менее, насчет отношения к школе, я, ну, все-таки вас очень похолю, я очень рад, Богу благодарен, что такая школа появилась в России, что вы собираетесь в плане системного мышления, я, на самом деле, очень рад, что вы в России, и я могу у вас учиться, и, что я зашел на очень ранном этапе, когда это не стоит раза в три или в четыре дороже, пока да, вот, и я вижу, что системное мышление дает, ну, если это применимо к знаниям, понятия, что системное мышление может дать им эрджентность со многими другими знаниями, которые у меня уже есть, вот, и, слава Богу, что у вас эта школа, вы это несете в массы, они закрылись в какой-то корпорации, там, в «Газпроме», и делайте только для «Газпрома», это тоже вам большое спасибо. Да, мы на ваших, все ваши школы точно знаем, что, как бы, мы не хотим закрываться, ну, наоборот, от них подальше, да, да, спасибо.